Легкий истребитель пятого поколения Для тех стран, которые не могут себе позволить дорогие и классические самолеты типа F-35 или Су-57 Он устроен по модульному принципу и может быть сконфигурирован под желание конкретного заказчика При разработке этого самолета использовались уже созданные системы Системы управления, управление вооружением, двигатель И это также снизило его стоимость То есть были взяты уже агрегаты, созданные либо для других самолетов, либо в задел Кроме того, у этого самолета, как обещают создатели, очень невысокая стоимость летного часа И хорошо организована система послепродажного обслуживания На это делают особую ставку, что это не просто будет недорогая машина, но и машина недорогая в обслуживании Но в целом это, судя по внешнему облику, это действительно истребитель пятого поколения С какими-то характерными признаками, ну в частности, в нем явно использована технология стелс Ни один современный международный авиасалон не обходится без пассажирского дрона То есть без такси будущего Есть такой и на Максе 8 двигателей Вот 4 в передней части, 4 в задней Они держат его в воздухе, и два толкающих электромотора с такими электрическими турбинами Они его толкают вперед На нем два пассажирских места, но, как нам рассказали создатели, он способен перевозить до 400 килограммов То есть людей на нем, на самом деле, возить можно больше И вот в будущем наше путешествие на такси, может быть, будет выглядеть так Я вызвал такси и пролетел вот такой аппарат Сажусь в него Здесь довольно комфортабельное место Я включаю программу, вставляю сюда свой смартфон На нем выставлен маршрут И через несколько секунд включаются лопасти И этот аппарат летит туда, куда мне нужно В будущем он будет способен летать на расстоянии до 100-150 километров Что мне персонально больше всего нравится в этом аппарате Это система спасения Смотрите, вот эта красная ручка, она соединена с белым контейнером, в котором находятся парашюты Если какая-то нештатная ситуация возникнет в полете То, как уверяют его создатели, достаточно будет просто дернуть за эту красную ручку Раскроется парашют, и эта вся система спокойно приземлится на землю То, что этот авиалайнер Ил-114 стал звездой московского авиационного салона в 2021 году Это вообще довольно странная история Его начали проектировать еще в начале 80-х годов И он был готов к началу 90-х Но у этого проекта была очень несчастливая судьба Развал Советского Союза, проблемы с сертификацией и производством В общем, на Ташкентском авиационном заводе было построено всего 18 таких машин И так бы он изгинул в истории И так бы и пропал этот проект И остался бы только в авиационных энциклопедиях Если бы не 2014 год Дело в том, что в России очень остро стал вопрос с заменой старейшего парка региональных турбовинтовых самолетов Ан-26 и Ан-24 прежде всего Тогда, в 2013 году, было принято решение о строительстве завода по производству канадских авиалайнеров Q400 Но в 2014 году Россия рассорилась с западными странами Рассорилась очень сильно с Украиной Стало невозможно строить по лицензии украинский Ан-140 И вот все эти проекты прекратились И тогда вспомнили про вот этот авиалайнер Ил-114 То есть этому самолету сейчас исполняется 30 лет Это не так страшно В этом сегменте гражданской авиации самолеты стареют не так сильно Кроме того, он получил новую винтомоторную группу Климовские двигатели и новые винты Эти двигатели уже соответствуют современным требованиям по мощности, по экономичности Но главное, по громкости Это довольно тихий самолет, я слышал, как он летит над головой Производить его, серийно строить, планируют с 2023 года Емкость российского рынка региональных винтовых самолетов Она составляет, ну, примерно 100 машин Часть из них уже занимают самолеты иностранного производства Так что Ил-114-300, с одной стороны, найдет своего покупателя в России Но, с другой стороны, ему все-таки предстоит конкурировать с иностранными самолетами Этот старый советский региональный реактивный авиалайнер Як-40 Оказался на московском авиасалоне в 2021 году не просто так Это летающая лаборатория, на которой испытывается новый авиационный двигатель Авиационный двигатель будущего Почему это все приехало на МАКС? Ну, это основной, самый большой тренд сейчас в авиационной промышленности, в авиационной науке Это использование электричества для движения, для воздушного движения Но, опять же, борьба за экологию В Европе, вы сами видите, что там творится Они там пишут, что в 2035 году они вообще отказываются от всех ДВС, переходят на электрику Это не простой электродвигатель Это электродвигатель, который использует технологии сверхпроводимости То есть он охлаждается жидким азотом Зачем вообще в электродвигателе, в авиационном, использовать сверхпроводимость? Почему нельзя взять просто обычный электродвигатель? Ну, опять же, КПД Нам нужно повысить КПД Чтобы больше энергии превращалось в энергию движения, вращения и тому подобное Когда мы все будем садиться на электрические самолеты, взлетать и не мешать природе жить? Зависит от размера самолета Вы можете сделать уже сейчас на двухместном самолете На полностью электрическом пепистреле Но если вы говорите о оригинальной авиации или магистральной авиации То это 30-й или 35-й год На всех последних авиасалонах МАКС в том или ином виде присутствовали проекты модернизации и обновления старых советских кукурузников Ан-2 Отказаться от этого самолета очень сложно Это самолет с уникальными взлетными посадочными характеристиками Он способен сесть на небольшую поляну и взлететь с нее же Скоро их совсем не останется И поэтому был объявлен в России конкурс на создание замены Ан-2 И вот его выиграл Уральский завод гражданской авиации, который построил вот этот самолет, который называется Байкал Какой рынок примерно, объем рынка? Ну мы оцениваем сейчас до 30-го года 180 самолетов примерно 10 самолетов это мягкие контракты уже подписаны Ну порядка еще несколько десятков уже там находятся на стадии обсуждения Это действительно новый кукурузник, но как видите он сильно от него отличается Во-первых, это не биплан У него всего одно крыло У него тоже не убирающиеся шасси, видите, они затянуты такими обтекателями В будущем он получит систему спасения при помощи парашюта То есть в случае возникновения нештатной ситуации Где-то вот в этой части у него будет установлен парашют Который будет раскрываться и самолет будет не падать вниз, а медленно опускаться Парашютов такой грузоподъемности пока не существует Но они уже разрабатываются, причем специально для этого самолета Байкала Новейший российский пассажирский авиалайнер МС-21 Как и Суперджет позади него, как и Аэробус А350 или Бомбардье Были созданы в тесной кооперации с иностранными партнерами Это абсолютно нормально для гражданской авиации Авиалайнеры обычно строят всем миром И это не беспокоило корпорацию Иркут, когда она разрабатывала МС-21 Но теперь Россия опасается зависимости от иностранных поставщиков Был взят курс на импортозамещение И от создателей МС-21 потребовали, чтобы они избавились хотя бы от 40% иностранных запчастей Одна из самых важных деталей самолета — это двигатели Вот на этом МС-21 установлены американские моторы фирмы Pratt Whitney Но на МАКС-2021 был впервые показан новый российский авиалайнер с двигателями PD-14 Его не выставили на стоянке, он участвует только в летной программе Но это очень важное выступление с политической точки зрения Он летает в паре с самолетом с американскими моторами Они оба выполняют фигуры умеренно высокого пилотажа Но пилот самолета с российскими двигателями PD-14 Закладывает чуть более сложные, чуть более крутые виражи, чем самолет с американскими моторами Продолжение следует...